Ребята, здравствуйте! С вами я, Алексей. Добро пожаловать на моё новенькое видео из рубрики Обзора модов для игры Евротрак Симулятор 2. Сегодня мы с вами посмотрим на крайне интересную модификацию под названием МАЗ-6303. В общем-то, он переворачивается ещё и в другую модификацию, но в какую мы с вами уже посмотрим по пути обзора. Прописано всё это дело в автосалон ДАВ, как вы видите. Вообще, давайте я вам, наверное, объясню небольшой такой лайфхак. То есть, вы иногда пишите в комментариях, что я не показываю, в каком салоне продаётся тот или иной грузовик. В общем-то, ребят, с патча, если я не ошибаюсь, 1.33, может быть даже 1.32, но по-моему 1.33. В зависимости от того, какой мод вы подключите, естественно, он прописан в какой-нибудь автосалон. И в тот автосалон, в который он прописан, он здесь в списке появляется первым. Но мы знаем, что ДАВ по алфавиту, как бы он идёт первым вообще изначально в игре. Ну и здесь вот на этом месте у нас остаётся. Если остаётся ДАВ, значит, соответственно, ваш мод прописан в автосалон ДАВ. Если прописан в автосалон Вольво, то Вольво поднимется на первое место. То есть, я думаю, в принципе, об этом все уже знают и как бы особо на это внимание не заострял. Но, видимо, всё равно как бы не все следят за этими небольшими обновлениями. Ну и версия 1.34, в принципе, я всегда обзоры делаю именно на актуальных версиях. И вам советую на этих версиях играть. Если что, игру можно всегда купить в Стиме. Распродажи идут достаточно часто, поэтому с этим проблем сейчас вообще не возникает. Итак, такой небольшой автопик, но он всё-таки был нужен, потому что в комментариях очень часто это всё пишут и это всё спрашивают. Нужно было ответить. Итак, друзья, наш МАЗ выглядит он примерно следующим образом. На самом деле, смотрится очень круто. Здесь вообще, ну, реально не до чего докопаться. То есть, здесь у нас сталь выглядит как сталь, пластик как пластик, алюминий как алюминий. То есть, вообще никаких вопросов у меня нет. Машинка выглядит очень даже приятно. Дальше по кабинкам давайте смотреть. Имеется у нас вот такой второй вариант кабины. Отличается он у нас решёткой радиатора. И, по-моему, даже ширина кабины немножечко здесь у нас тоже отличается. Ну, давайте оставим такой вариант. Посмотрим, что там можно вообще изобрести с ним. По шасси. На всех этих двух кабинах шасси одинаковые. 4х2, 6х4, 6х4, где можно поставить кузовок. И, соответственно, вот такой вот у нас тоже идёт 6х4 бортовичок. Его, кстати, тоже можно, по-моему, поменять. Давайте посмотрим. Нет, здесь он у нас не меняется. Значит, у нас он меняется только на шасси КамАЗа. Здесь у нас... Ой, КамАЗа, господи, 6х4. На шасси 6х4. Господи, чего я несу. Можно поставить зерновоз. Такой зерновоз. И вот такой вот замечательный самосвал. Ну, давайте возьмём, не знаю, 6х4, что ли, обычный. Просто посмотрим, что у нас получится. По двигателям. Все МЗшки здесь у нас идут. В8, 238F, 238D и С412. По трансмиссии, опять же, здесь у нас сколько там? 8 передач, что ли? Не вижу. Вот как-то странно. Вот здесь делают вот эти значки. Но чуть-чуть-то его левее подвинь и будет всё хорошо видно. Но нет. Вот, ребята, решили именно так-то всё замутить. По салонам. Имеется такой салон. Имеется салон чуть поширше. Ну, как я понимаю, это уже для как раз-таки той мордахи, которую мы с вами поставили. Ну, и здесь он кардинально всё-таки отличается. Но мне больше как-то этот салон нравится, на самом деле. То есть, этот, конечно, такой тоже достаточно утилитарный, простой. Но этот выглядит, на самом деле, как-то немножко поприятнее. Но, тем не менее, давайте, я не знаю, какой-нибудь из двух выберем. Ну, к примеру, пусть, не знаю. Ладно, пусть будет этот. Но хотя явно нам указывается на то, что он всё-таки от второй мордашки, которая пошире. Поэтому мы его и оставим. Покрасочка здесь полностью поддерживается. Имеются скины. Но на вот этой второй кабине скины, к сожалению, не работают. То есть, мы давайте выберем вот эту, которая у нас стояла изначально. И здесь уже мы видим, что, да, скины нарисованы красиво. Всё это классно, супер здорово выглядит. Но вот почему-то на этой кабине это всё не смотрится. Эту кабину мы, скорее всего, поменяем. Просто мы сейчас с вами посмотрим, какой здесь у нас есть тюнинг. Два у нас тут идёт, как я понимаю, варианта решётки. Несколько вариантов шильдиков у нас присутствует. Ну и, в принципе, всё. То есть, и здесь мы, да, можем поменять зеркала. То есть, либо на новый салон, либо на старый салон. Здесь уже смотрим, как есть. Это, как я понимаю, старый. Тогда они у нас будут стоять хорошо. Новый салон, это у нас уже выглядит вот так. И, соответственно, нам с вами нужно будет зеркала уже поставить тоже под новый салон. Ну, то есть, можно комбинацию сделать. Да, кабина будет старая с внешки, а салон будет новый. Ну, либо, соответственно, наоборот. Очень прикольно сделано. Ну, давайте поставим новую кабину. Почему бы нет? Вроде бы выглядит очень даже интересно. И как-то на ней более-менее работают скины, что тоже в плюс. Так, ну и по тюнингу. Раз мы с вами здесь начали ковыряться, давайте смотреть. По колёсным дискам у нас идут мазовские диски стандартные. Ровно та же самая история по колпакам, по ступицам и по гаечкам. То есть, больше здесь у нас ничего нет. По резине. Ну, здесь можно выбрать. Здесь есть из чего выбрать. Ну, и здесь, на самом деле, знаете, сделано так всё просто. То есть, у тебя сразу меняется в сборе колесо. То есть, когда ты выбираешь ту или иную резину, у тебя сразу, как видите, вместе с диском идёт замена. Я считаю, что это, на самом деле, правильно. То есть, вот как оно реально есть и должно быть, по идее. Но мы же все с вами любим кастом. Поэтому, сами прекрасно понимаете, что не всегда получается так, как мы хотим. Так, по дискам сзади, опять же, мы оставляем массу. Выполняем демонтаж. Здесь, в принципе, вот, либо диск нового образца, да, либо диск старого образца. То есть, ну, опять же, здесь вы можете ещё и плюс ко всему выбрать какие-нибудь себе колпачки. Но колёса эти прям неизрядные, я хочу сказать, поменьше. И прям видно, что они в арке так, ну, не комфортно смотрятся. Здесь вот такая можно светоотражающую ленточку подвесить. Здесь у нас идут брызговики. Здесь разный вариант. У нас идёт бампера. То есть, чтобы вы хотели здесь сделать, у вас всё это получится. Несколько вариантов туманок. То есть, посередине, либо полностью весь сет, либо только по краям. По краям очень даже интересно смотрится. Здесь у нас идёт защита для фар. Защиты для тумана, к сожалению, никакой здесь нет. Поэтому можно их будет легко разбить. Несколько вариантов кенгурятника у нас имеется. Здесь номер Россия, либо номер у нас старый ещё Советского Союза. Дворник на фары. Ходовые огни светодиодные. Факторочка у нас такая здесь вешается под лампочки. В случае чего решёточку можно перекрасить, если вдруг она вам не нравится. Тир. Здесь у нас идёт вот такая наклеечка. Здесь ещё можно вот такую наклеечку подвесить. Зеркала тут у нас под новый салон уже выставлены. Ставятся дефлекторы. Так, ну это уже тюнинг салона. Здесь у нас меняется козырёк. Сразу непосредственно с, как вы понимаете, со спойлером. Это тоже очень прикольно. Тут у нас ставится такая небольшая ТВ-антенна. Здесь ещё добавляется факторочка. Очень много всяких слотов для установки тех же мигалок. Тут у нас меняется выхлопная труба. То есть, можно ли поставить старую, новую, серую. Вообще, какую захотите, такую поставите. Давайте посмотрим по салону. Руль у нас не меняется. Здесь у нас идут дефлекторы. Здесь у нас идёт навигатор. Здесь вымпел Евгений. Непонятно, зачем он тут нужен. Это обижает меня, потому что я Алексей. Здесь у нас идёт Платон. Тут коврики всяческого рода, да, могут быть. Здесь тоже, опять же, что-то типа, как бы, сисал не работает. Сразу повторюсь, ребятки. Так что, будет немножко в этом плане обидно. Да, как бы, совсем, совсем грустно здесь по тюнингу. Прямо, ну, очень-очень грустно. Здесь полочки у нас. Вот это, кстати, полка вообще топовая. Она самая, наверное, бесполезная полка, которую только можно было придумать, потому что на ней ничего не закинуть. Ну, реально, что она есть, что у тебя её нет в машине. Это вообще с КамАЗа позаимствован. Не, ну, выглядит прикольно, но, блин, можно было бы сюда какой-нибудь хлам накидать. Сюда что-нибудь кину, сюда что-нибудь кину. То есть, пространства здесь полезного остаётся очень много. И, как бы, ну, блин, не знаю. Коврик, линолеум, ещё один линолеум для большего комфорта, так скажем. Здесь мы с вами поставили бортовой компьютер. Тут у нас идут разного рода шторки. Вот есть такие Skyfold. Я не знаю, если честно, чем они отличаются от обычных, в принципе, да. То есть, от тех вот, которые есть. А, у нас здесь просто они взяли, поменяли эту... Я понял. Иконку, короче, тупо поменяли. В остальном отличий никаких нет. В импелочке, опять же, все они у нас перетащены из КамАЗа Коралла. Просто у нас поменена эмблемка НамАЗ. Но здесь уже на лабаше Сисл у нас работает, так что здесь у нас всё хорошо. В спалочку можно вот такой ковёр закинуть. Так, стоп. А что он ничем не отличается, я не пойму. Здесь он всегда одинаковый, этот ковёр. Его мы убираем. Он убирается. Но вот он что-то не меняется. То есть, либо там всё одинаковое. Ну, допустим, смотрите, с той же внешки сейчас мы посмотрим. Где-то вот тут, по-моему, этот ковёр у нас идёт. Они вот здесь у нас разных цветов идут. Ну-ка, давайте оставим такой. И... Нет, не меняются. То есть, какая-то здесь проблема либо с модельками, либо с текстурками, что-то не то. Ну, нужно разбираться, потому что с внешки у нас получается один ковёр идёт, а в салоне совершенно другой. Нужно смотреть, нужно ковырять. Ну и, в общем, друзья, вот такой вот у нас получается мазурик. Выглядит он достаточно неплохо. Из плюсов мода можно, опять же, отметить то, что у нас можно совмещать старую кабину с новым салоном и наоборот. То есть, как вы прям захотите, такой конструктор себе сделаете. Меняется бампер. То есть, ну и тюнинга здесь на самом деле в меру больше и не нужно. Вот правда, вот как оно есть, так оно и есть. Ну, в салоне только что единственное, может быть, по комфорту что-то добавить. А так, в принципе, хватает всего. Всё, друзья, погнали на тест-драйв. Итак, братцы, ну что ж, в общем-то, мы с вами в игре. Давайте сразу мы тогда попробуем включить дождик. Просто посмотрим, как у нас всё это дело реагирует. Так, подаём питание. В общем-то, первый режим у нас включается сразу, потому что я кнопочку нажал заранее. И мы увидим, что капельки слабового стекла не убираются вообще. То есть, как бы вы какую скорость не включали, они у вас работать не будут. С внешки дворники также у нас, к сожалению, не анимированы. Так что, ребята, огромный просто сразу минус этому моду. Вот реально хотя бы только за это. Потому что, ну блин, ну дождь, дворники. Ладно. Габариты, ближний свет вар, дальний свет вар. Вся индикация есть. Индикация ручника есть, но очень-очень слабая. С внешки это выглядит всё примерно вот так. Габариты, ближний, соответственно, подрубается дальний. Как по мне, габариты можно было вывести отдельно на LED-шку. Вот эту замечательную, которую мы с вами сюда подвешиваем. Но, тем не менее, автор так и решил, что так, наверное, будет лучше. Так, ну что, давайте мы с вами теперь посмотрим, что у нас тут вообще есть по регулировочкам. Левая работает, малого у нас нету зеркала. Правая работает, правая малая работает. Боковое зеркало у нас также работает. По регулировочкам никаких, соответственно, регулировок у нас руля здесь и в помине нет. По кнопкам давайте смотреть. Кнопка блокировки не работает ровно так же, как и индикация блокировки у нас не работает. Кнопочка аварийки также у нас нигде не моргает. Поворотники, релешка у нас тоже нигде не шевелится Ручник Не знаю, если честно, где в мазе ручник спрятан Но я его тут нигде не вижу Но тем не менее, давайте мы с вами запускаемся Узбавим заднюю передачу И поехали цепляться под трейлер Ух ты ж, мать твою Высоковасто мы сидим Да, мы не заезжаем под него, ребята Это, конечно, херово По трейлер мы не заезжаем Так что это как бы минус, бляха-муха Номера сались, какие прикольные у меня на трейлере Так, ну что, поехали, что ли? У меня тут еще даже руль где-то подключен Так, а зачем я поехал туда, если мне надо направо? Так, брат на Мерседесе Спасибо тебе огромное, что ты меня пропустил Ну, друзья, если быть объективным И все-таки снять маску вот этой ностальгии По советской технике И оценивать строго этот мод как мод То по факту, если быть объективным Здесь минусов больше, чем плюсов То есть у нас невозможность Хотя бы вот самая банальная Да, это невозможность подъехать под трейлер У нас не работает анимация кнопок У нас не работают дворники То есть, что странно, анимация, главное, дворников есть Но по факту они свою функцию Никоим образом вообще не выполняют В общем и целом, качество модели достаточно достойное В принципе, без каких-то либо видимых на то косяков и проблем Модель в общем и целом очень даже приятная Даже звуки свои присутствуют Но, блин, на самом деле Как я всегда говорил, говорю и буду говорить Вот буквально какие-то две мелочи Которые просто, ну реально влияют на геймплей То есть вам постоянно надо будет через свободную камеру Как-то цепляться Что-то делать, что-то придумывать Либо как-то силой заезжать под эти трейлеры То есть и дождь пойдет И вам его надо будет перематывать Это сразу же минус атмосфера Просто-напросто идет То есть, ну, блин Вот в этом плане, конечно Мод очень сильно портит впечатление о себе Ну, а так, в целом Ссылку на него я оставлю в описании В принципе, если вас эти проблемы Никоим образом не пугают Можно совершенно спокойно ездить В FPS этот мод не сажают Все хорошо, здорово, круто И вообще классно Прямо действительно достойно Все, друзья, на этом все Если что, пишите в комментариях Как вам этот мод Оставляйте ссылки на другие моды Для следующих обзоров Опять же, в комментариях Они пропадут И эхо-добрые они появятся Так что, все, друзья Не забывайте подписываться на канал Ставить лайки Ну, а с вами был Алексей Желаю всем хорошего настроения Всем огромной удачи И пока И еще увидимся